Динар, у нас сегодня в гостях человек-оркестр. Правда? Правда. Ну, я не считала, сколькими инструментами он владеет. Ну, на мой взгляд, наверное, 10, возможно, 15. К тому же он является композитором, который входит, на мой взгляд, в топ-5 нашей современности. Затем он телеведущий, потом он аранжировщик, он еще режиссер, нет, он не режиссер, он продюсер. Ой, мне очень тяжело перечислить все его специальности. Человек-алмаз. Человек-алмаз, он настолько многогранен, что даже представить его очень тяжело. И самое главное, он очень интересный собеседник. Очень. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, с вами вновь Баяна Сентаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость-композитор Арман Дюйсенов. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы долетели? Не будем целоваться, да? Он всегда был учтив. Излишний, я бы даже сказала, иногда. Ну, не хотите целоваться, так не будем. Арман, мы вас очень рады видеть в нашей студии. Спасибо, что специально прилетели из Алматы. Спасибо вам за приглашение. Добрый вечер, Астана. Добрый вечер, страна. Добрый вечер, Баян, Динара. Пользуясь случаем, я хотел бы сделать скромный дар, так сказать, и подарить вам свой диск, который называется... Никак называется, просто написано Арман Дюйсенов. Очень скромно называть Арман Дюйсенов, да? Спасибо. Здесь собраны все ваши... Почему ты не назвал его Арман? Ну, я думаю, что Арман Дюйсенов — это два слова неразделимых, это бренд. Вы написали песню «Туханжер». Да. В исполнении группы Кешли. В исполнении группы Кешли. Очень патриотичная песня. Арман, но ведь сегодня писать на тему патриотизма очень выгодно. Практически каждый патриотичный форум или правительственный концерт, допустим, да? Обязательно все песни связаны с Астаной, с Казахстаном. И многие это подхватили. Наши артисты, наши композиторы. И все стараются обязательно в репертуаре иметь пять песен про Астану, пять песен про Казахстан. И остальное уже, что от души. Вот как вы к этому относитесь? Я бы сказал, что я сам лично не занимаюсь подсчетом искренних произведений, но смею заверить своих зрителей, вас в частности, в том, что, наверное, отличительная черта истинного художника в том, что он, понимаете, если он не живет в своем произведении, и если он не переживает его, то он, наверное, недостоин звания художника. Я, конечно, извиняюсь, сейчас несколько нескромные слова прозвучат. Наверное, в этом залог успеха некоторых моих произведений, в том, что я искренен. Арман, ты так часто бываешь искренен, вот ты часто говоришь о том, что ты все свои песни пишешь от души. Вот здесь твои лучшие произведения, их около 30, да, скажем? Да, 40 произведений. 40, да? И так, на взгляд. И я думаю, что у тебя еще написанных песен 240. Я не занимаюсь подсчетом общества. Ну, как же ты не занимаешься? Я не занимаюсь подсчетом. Ты все-таки почему-то выбрал именно эти песни в свой альбом. Значит, ты выбирал эти песни. Вы знаете, огромное количество песен все-таки не вошли. И вот мне не всегда верится, когда композитор говорит, что все, что он пишет, он пишет это от сердца и от души. Он еще это пишет за деньги достаточно часто. Если вы знаете, а вы наверняка знаете основоположников всей западноевропейской классической музыки, взять и Иосифа Гайдена, и Моцарта, и Бетхоина, все они в эпоху, так сказать, своей бытности, они как бы творили в разное время, но все они практически были придворными музыкантами. И они иногда писали, так сказать, на заказ. Бывало такое тоже. Но, понимаете... Но симфонии практически все написаны на заказ? Нет, 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 разумеется, нет. Я имею в виду, были моменты, когда они писали на заказ. Но, понимаете, все это дошло до нас, и все это... Как бы вам объяснить? Вы должны мне дать возможность высказаться. Дело в том, что бывает такое, что действительно делается заказ, приходится человек и говорит, мне нужна вот такая вот песня. Это абсолютно нормально в нашем мире, в нашем цеху, тем более в наше время, потому что все в погоне за хитом. Потому что хит – это такая вот тонкая материя, неосязаемая, абсолютно не подчиняющаяся никакому анализу, никакому описанию и никакому... То есть хит нельзя спрогнозировать? Хит абсолютно невозможно спрогнозировать. Есть, конечно, некоторые выдающиеся личности, их единицы, к сожалению, которые это делают безошибочно. И к их ряду я бы отнес, например, Байан Максат. Но вы же иногда выдаёте хиты? У меня это иногда получается, но опять-таки я никогда в жизни не мог... Вот те песни, которые стали хитами, это песни, написанные от души, вот просто по своему ощущению, или же это песни, которые на заказ? Я вот сейчас вот хотел бы ответить на вот вопрос. Даже если я получил заказ, опять-таки это не говорит о том, что в ней нет моей души. Она присутствует целиком. Потому что я вкладываюсь в это произведение, я выбираю, возможно, сначала чисто таким, можно сказать, таким... Не буду применять слова такие, как «холодный расчёт», потому что это неприменимо к искусству абсолютно. Я просто выбираю направление, жанр, допустим. А сколько нужно времени, чтобы написать песню? Вот здесь вот всё зависит от вдохновения. Как бы это банально уже не звучало, потому что наверняка я не первый, не последний композитор, который говорит о вдохновении. Иногда я его очень долго жду. Я, как я вычитал в книге автобиографичной Юрия Никулина, один из его педагогов, Арнольд Арнольд, режиссёр великий, говорил, берегите фантазию. И вот я очень часто бережу, что называется фантазию, я будоражу себя, я пытаюсь, я мечусь, рвусь и мечусь из угла в угол, если назвать это неким рингом, допустим, получаю какие-то там... А подворовываете иногда какие-то мелодии, где-то что-то услышали. Или вы слышите, что вот это сейчас популярно? Надо вот это использовать. Нет, ну понятия подворовываете для меня вообще не существует. Потому что я достаточно... Ну, я самодостаточный музыкант, который имеет за плечами 18 лет дневного обучения музыке, который играл в симфонических оркестрах, играл в народных оркестрах, играл в джазовых коллективах, играл в ресторане, наконец. Но есть такое понятие, как тренд? Нет, ну понятно, что мы, возможно, равняемся иногда на что-то, как, например, вы, грубо говоря, прежде чем, ну, например, любой модельер или дизайнер, любой архитектор, допустим, исполняет свое творение в каком-нибудь мавританском стиле, скажем. Ну, не можем же уличить мы его в том, что он взял, тупо своровал у неких мавров вот зодчества. Нет, он просто следовал сначала каким-то основным, основополагающим, может быть, стандартам, я извиняюсь, это слово мне абсолютно не нравится, ну, каким-то там, скажем, клише, начало, но потом привнес что-то свое. То как же можно назвать это плагиат? Арман, все наши очень известные и гениальные, наверное, уже композиторы, такие, как, допустим, Кенедзюси Киев. Огромное количество. Огромное количество. Ну, визаат Ленгии. Визаат Ленгии. Визаат Ленгии. Визаат Ленгии. Наступал такой момент у всех, на мой взгляд, когда они исписывались. Искендер Хасангалиев, да, наш современник. Я не думаю, что... А он написал все свои великие песни, скажем, 20 лет назад, 30 лет назад. Почему у всех композиторов... Ну, грубо говоря, назовем это потенцией вдохновения. Да, наступает этот момент, исписался, ушел в тираж. Вы знаете, я, откровенно говоря, до этого момента не думал об этом. Даже как-то это самое. Почему? Потому что я нахожусь в расцвете сил, я полон энергии, жизнь, что называется, бьет ключом. Я сейчас, у меня такие амбициозные планы. Помимо того, что я являюсь композитором-песенником, я написал огромное количество музыки к драматическим постановкам, к спектаклям, к фильмам. В частности, я написал музыку к более чем 25 драматическим спектаклям. Понимаете? Арман, точнее к вопросу моему задумываю. Как вы бережете свою фантазию? Я... Сейчас у вас... Бережите или бережете? Бережете. Вы знаете, я не берегу ее, я распыляюсь, наверное. Вот вы абсолютно верно заметили, это, возможно, вредно, но у одного из величайших поэтов современности, Мухтар Шаханова спросили, о чем вы сожалеете в жизни? Он ответил, о том, что очень такие потенциально плодотворные годы своей жизни я посвятил достаточно легким, не очень сильно важным для как нации, так и человеческого в целом вещам. И я иногда подумываю над тем, чтобы свои скромные способности, так сказать, принести на алтарь своей нации и оставить после себя то, что завтра, ну, как говорил великий Петр Ильич Чайковский, если есть в мире место, где я могу принести пользу великой русской музыке, не мой ли священный долг бросить все и спешить именно туда. Это, конечно, слишком громко, я никогда не смогу сравниться с гениальнейшим композитором человечества, вообще истории человечества, но если взять его как некий идеал, то я думаю, что каждый человек, как вы говорите, патриот, обязательно на каком-то этапе жизни задумывается о том, что он сделал для своей страны, для своей нации. Ну, вы довольны своей жизнью сегодня? Я не то, что доволен, я счастлив. Я счастлив, я благодарен Всевышним за то, что он даровал мне эту судьбу. Единственное, конечно, есть определенное сожаление по поводу безвременного ухода своих родителей. Вот это как бы... Ну, это судьба, и я с этим мирюсь, ибо у меня нет другого выхода. Просто ааа, в отношении... Когда я вижу своих детей, у меня трое прекрасных детей, у меня красавица-супруга, я вижу свою семью, я понимаю, что, возможно, Аллах вот за то, что где-то в детстве я претерпел какие-то трудности, я вознагражден. Арман, ведь для мужчин очень важно быть востребованным специалистом, да? Вот вы на сегодняшний день востребованный специалист. Я не знаю, на сколько. Ну, я вот смотрю сейчас на список ваших песен и понимаю даже по исполнителям, что я многие песни знаю. Это говорит о том, что это популярные песни, что это песни, которые стали хитами, да? Спасибо. Но если у вас было время, когда вы всегда были таким востребованным? Ну, я думаю, что это... Ну, как? Я даже не знаю. Я вообще думаю, что все еще впереди. Я смею надеяться на то, что, возможно, как вы помните в фильме «Танцор диска»? Мороженое Джимми, рубашки Джимми. Я думаю, что, возможно, мое произведение, моя симфония или моя опера очень методически важный фьюм. Классика, да? Может быть, впереди. Ну, как классика. Сейчас же вы занимаетесь попсой больше? Ну, опять-таки, ею тоже нужно заниматься профессионально и филиграмно. Я считаю, что это обязательное условие для всех тех, кто вообще чем-либо в этой жизни занимается. Арман, меня всегда удивляет и восхищает твоя творческая уникальность. Я не знаю больше таких людей, как ты. Ой. Это абсолютно никакая не есть. Это действительно так. Я прямо сейчас не знаю. Арман абсолютно многогранен. Вот откуда в тебе столько арманов? Арман. Ты можешь быть грустным, ты можешь быть веселым, ты можешь быть в ритме джаз, ты можешь быть в ритме блюз, ты можешь быть в ритме классики. То есть, ты великолепно играешь на думбре, на гитаре, на виолончели, на трубе, на чем-то еще играешь, на фортепиано, на скрипке. То есть, это какая-то, ну, невозможная уникальность. Нет, ну, вы знаете, у всего этого есть вполне такие простые, банальные объяснения. Я уже неоднократно рассказывал об этом. Кстати, сегодня для меня такой весьма знаменательный день, потому что я впервые даю такое развернутое интервью на русском языке. Я хотел бы, прежде чем ответить на вот этот вопрос, или давайте я отвечу, потом уже перейду к другому разделу нашей беседы, в другой части. Я учился в школе-интернате имени Ахмеда Жубанова. Это специализированная музыкальная школа для особо одаренных детей. Это она была открыта в 1964 году великим вообще патриархом нашего искусства, нашей музыки, нашей науки, академиком Ахмедом Квановичем Жубановым. Да, возрадуется его душа в Расских кущах. Почему? Потому что этот человек, который открыл школу для того, чтобы казахские дети талантливые получали образование. И по сей день, из года в год... Ну, оттуда все выходят такие, как вы? Ну, я скажу, что сегодня практически во всех оркестрах, во всех музыкальных заведениях, на всех сценах, в филармонических, концертных и так далее, площадках, так или иначе, есть выпускники. Если они не играют, то они учат, понимаете? То есть, это огромнейший вклад, это бесценнейший вклад, это огромнейшее наследие, которое невозможно переоценить вообще никак, потому что это настолько величественно и важно, что я снимаю... Не то, что шляп, я застываю в глубочайшем пардоне перед такими людьми. Я все время задаюсь вопросом, а смогу ли я когда-нибудь сделать что-нибудь такое? И вот, честное слово, я все время об этом думаю. Арман, скажите, то есть все, что вы умеете на сегодняшний день, это все благодаря этой школе, да? Нет, ну, в этой школе мы учились 14 человек, допустим, в комнате. И там вас учили всем инструментом? Там один, допустим, мой одноклассник, который по соседству возлежит, так сказать, он играет на скрипке. Дальше, так сказать, расположился фаготист и так далее, и так далее. Там разные инструменты, и поскольку человек, наверняка я был любознательным мальчиком, я как бы спросил разрешения попробовать и методом ты, как что называется, каких-то там ошибок. То есть вы научились всему? Ну, как всему. То есть вы научились играть практически, как сказал Боян? Нет, давайте так, давайте не играть, давайте не владеть, а извлекать некие подобия звуков. Пусть будет так. Он прекрасно владеет этими инструментами. Вы знаете, человеку сложно освоить один инструмент, а мы сейчас говорим об одиннадцати инструментах. А четырнадцати? О четырнадцати. Я просто не считал никогда. Подождите, фортепиано, дамбра. Да, обязательно. Гитара. Гитара. Скрипка, виолончель, контрабас. Контрабас даже. Я же контрабасист персональный. Я лауреат республиканских международных конкурсов. СМИ. Фагот. Нет, на духовных инструментах я не играю, хотя сам являюсь сыном профессионального саксофониста. А музыку пишете на каком инструменте? Музыку я пишу порой при помощи фортепиано, но вообще этот процесс происходит где-то там, в сердце. Пока ты учился играть на фаготе, на контрабасе и так далее. Ты также успевал быть достаточно известным хулиганом. Ваша школа вообще славилась. Я, кстати, слышала об этом тоже. Ваша школа вообще славилась тем, что как раз в... Это музыкальная школа со спортивным уклоном. Да, это была музыкальная школа. Я обязательно должен сделать таким образом. Со спортивным уклоном, да. И Арман был наиболее яркий его представитель. Музыкант со спортивным уклоном. Откуда такие глубокие познания? А как это возможно? То есть, может быть, Арман Дюсенов глубоко учтивый, воспитанный, интеллигентный, талантливейший. Со спортивным уклоном. Нет, подожди. Человек... Может быть, он стал таким? Возможно. Я поэтому... Может быть, он был отпетым к детям? Я был просто мальчиком, который жил в определенной системе, где, прежде всего, приоритетами были мужская честь, чисто мужская честь, которую непременно нужно было отстаивать. Ты был обязан это делать, иначе ты изгой, иначе ты никто, иначе ты пустое место. И у нас была даже иерархия, такие банальные вещи, как атаман, неатаман, первый шишкарь, второй шишкарь и так далее, третий. Потом у нас были старшаки, у нас была четкая иерархия. Называть это дедовщиной, конечно, было бы слишком, ибо все-таки дедовщина – это слово страшное, и оно не есть хорошее. А если это была такая дисциплина, то я согласен. Почему? Потому что все-таки братья всегда как бы заботились о младших, но при этом учили их жизни. Да, учили их жизни, заставляли делать то-то или иное. Ну и причем эта преемственность как бы передавалась из поколения в поколение, и, в общем, я учился жизни. Ну, то есть ты когда стал старшаком, ты тоже учил жизни? Да, я это делал весьма-весьма мудро. Роман, почему он такой манерный? А? Манерный. Какой? Ну, такой манерный. Вот вы говорите, поете. Я не знаю. Мне просто интересно, все композиторы такие? Вы такой всегда или вот вы сейчас в образе? Нет, я не в образе, я просто, понимаете, я вот, когда задают вопросы, допустим, по поводу экономики страны, мне, допустим, я все время удивляюсь, я говорю, при чем тут я вообще, да, или по поводу политических каких-то там вещей. Или по поводу там, я не знаю, медицины. Я не специалист в этой области. И точно так же, я думаю, что данный вопрос, он адресован в небесной канцелярии. Почему именно оттуда такое вот соизволение снизошло, и его сделали... Ну, смотрите, вы в юности были хулиганом, да? Кто сказал, что я был хулиганом? Возможно, я был... Миролюбивым хулиганом. Миролюбивым хулиганом. Но сейчас я, не знаю, наблюдая за вами, я понимаю, что вы на самом деле очень лояльный человек и очень мирный. То есть с вами вообще невозможно вступить в конфликт, мне кажется. Не знаю, некоторые вступают иногда, но потом, правда, иногда приходится жалеть. Почему? Ну, потому что я с детства привык давать отпор. Ну, то есть недавно был какой-то не скандал, вот с кем-то очень достаточно серьезно подрался. Это были ребята тоже из шоу-бизнеса, и сказали, что Арман был буквально не в себе, и человек попал в больницу, вернее, тот человек, который он побил. И, зная, в общем-то, его детство такое... А что произошло? Это просто. Это, ну, как бы... Давайте будем говорить о творчестве. Потому что это совсем... Нет, ну почему? Ну, понимаете, в чем дело? Это показывается и с другой стороны. Шагане, ты моя шагане. Нет, понимаете... Потому что я севера, что ли. Вот, понимаете, я человек, как бы, запах на крови. Арман, смотрите, вот у нас все хотят говорить только о том, что они хотят донести до своих слушателей. Все хотят выглядеть идеальнее. Ну, на самом деле, драка, это же тоже как-то вас характеризует? Ну, положа руку на сердце, получилось таким образом, что я еду с мероприятия, я прилетел из Казалорды, я приехал, у нас был такой период, когда бензины выдавались не во всех. И я подъехал к судоправке напротив бывшего общежития, где я жил определенное количество лет, будучи студентом консерватории, как бы. Я подъезжаю на своей машине, остановились в очередь, а огромное количество машин передо мной. И когда уже я практически подъехал, какие-то ребята вдруг совершенно бесцеремонно, нагло, дерзко, грубо, чего я абсолютно не приемлю, как вы заметили. Прямо вот... Врывается. Врывается. И более того, когда я спросил ребятам, ну, разве так можно, очень вежливо, опять-таки, они, так сказать, грубо говоря, произнесли адрес того места, которое я, дескать, должен посетить. Да. Я извиняю. Нет, я извиняю. Не страшно, в принципе? А? Ну, не страшно. Не, ну, как, ну, я, как бы, потом, как бы, такой, достаточно... Раскруктурный человек. Я в достаточно такой интеллигентной форме отпарировал тем, что я, как бы, посоветовал им, ну, что называется, приберечь до самой места, ибо ему грозит опасность. В общем, на что тот ответил, что, как бы, он абсолютно уверен в том, что это не так. И мне пришлось, так сказать, там уже, извините, там уже, как бы, я был обуреваем уже чем-то... А их было несколько человек? Да, их оказалось трое. Ну, вам не было страшно, что трое против одного? Да нет, там просто, там, ну, понимаете, страх это такое чувство, которое покидает тебя. Начало, может быть, появляется где-то, в самом начале, но после того, как ты уже ринвиваешься в гущу событий, он просто улетучивается, если ты мужчина. А если нет, то, наверное, вообще... У вас есть вообще страхи? Разумеется, есть. Какие? Ну, как человек творческий, которому свойственно думать обо всем том, что его абсолютно не касается, я очень часто боюсь за, допустим, здоровье дорогих мне близких людей, я боюсь за будущее своей страны, я боюсь за безопасность, нравственность, духовность поколений, и я боюсь за такие достаточно серьезные вещи. Если честно, действительно, я хотел бы выразить свое восхищение перед вами, девочки. Я это делаю отнюдь не для того, чтобы там, я не знаю... Вообще, лести, ложные дифирамбы, это... Как это отличить, кстати? Как отличить лести, правду, от мужчины? От мужчины? Это всегда очень важный для женщины вопрос. Ну, понимаете, как бы... Вот вы сейчас попробуйте нам сказать о том. Прежде всего, я думаю, что этому не научишься, это просто дано Богом умение различать. Вот, допустим, я не знаю, были ли люди, которые сказали вам хоть однажды о том, что у вас был великолепный тандем на церемонии вручения премии Астана Жулдоза, вот два года назад. Я сидел в зале, я был номинирован на одну из премий, и я тогда не прошел, но я был в числе трех, причем в числе трех таких титанов, как Ирки Шакеев, да, и... покойный... они почему-то допустили такое, что я с кем-то из покойных композиторов номинировался. И для меня это уже было победой. И я что хотел сказать, я видел, как вы работали на сцене, и я тогда удивился этому божественному тандему. Почему? Потому что очень редко встречаешь таких... таких богатых, таких образованных, таких красивых, таких... Ну, просто, наверное, в моем лексиконе просто нет таких слов, которые могли бы охарактеризовать то, что я в прошлый раз ощутил. Это точно не лезть. Это не честное слово. Это точно не лезть. Нет, 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 нет. Скажите, пожалуйста, честно, я не ошибся, не ошибусь, если я скажу, что там вот того, о чем вы говорили, не было в сценарии. Не было. Не было же в сценарии. Согласитесь? Это была частейшая... Это была импровизация. И я ее почувствовал, понимаете? Я был ваш потенциальный зритель. И сегодня я здесь, потому что я действительно обожаю вас. Спасибо. И увидев обычно, как правило, когда я сам как бы тоже телевизионщик со стажем, называется, как правило... Вы сейчас это показываете. На экране все выглядит очень так мило, скажем, благополучно и нормально, красиво. Приходишь в студию, там, как правило, все так, я не знаю, держится на соплях, извиняюсь за сравнение, весьма такое. И там все так, знаете, ну, не так, как выглядит на экране, по крайней мере. А пришел сюда, я, уважаемые телезрители, кстати, я хотел бы действительно положать руку на сердце, сказать, что здесь... Не фейк. Не фейк. И здесь все настолько круто, настолько здорово, что... Арман, спасибо большое. Арман, правда, что вы брендоман? Я не знаю. А давай сейчас его просто разберем сейчас по полочкам. Вот ты заметила, в чем он... Нет, ну, у нас такая, извините, передача Орлан. Ой, Орлан, говорю, Арман. Племянник. Орлан, это тоже нормально. Да, это мой племянник просто. Арман, у нас такая передача, мы задаем достаточно неудобные вопросы, поэтому почему нет? Мы обратили внимание, что вы приехали к нам в Астану с таким интересным чехлом. Чехол от Луи Витон. Ведь недорогое удовольствие. Обратите внимание на ваши туфли, например, да? Ну, сразу видно, что недешевые. Зачем вот это делать, я не понимаю. Ремень, я вот, кстати, заметила, с дилли. То есть вы на себе не экономите. Нет, 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 нет. Я исхожу из простой истины, она ставшая уже такой настолько избитой. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Я люблю качественные вещи исключительно ввиду того, что они долго служат. И я потом, я не бегу очередной раз на базар или в магазин, для того, чтобы купить следующую, которая тут же порвется. На второй день после стирки она поменяет свой цвет, начнет линять. А с чего вы взяли? Почему? Сейчас очень много демократичных брендов, которые можно носить, и ничего с ними не происходит. Нет, ну и в конце концов, наверное, здесь еще есть какой-то элемент уважения и любви к своей, так сказать... К самому себе. К своей персоне, скажем так. А почему нет? Why not? Поэтому брендоман, в принципе, подходит вам? Нет, брендоман нет. Наверняка... Буквально каждая ваша одежда, она как бы говорит о себе. Вот, допустим, даже ваши запонки. Это ведь монблан или что это? Нет, это рубашка. Это луи виттон. Да. Это луи виттон, да? Ну вот видите, рубашка от луи виттон. Нет, запонки. А, запонки луи виттон. Ну я думаю, что рубашка тоже луи виттон. Ну ладно, давайте... А чехол тоже луи виттон. Нет, это очень важно, потому что у нас были депутаты, которые говорят, что нет никаких луи виттонов. Нет им. Только турецкие сумки. Я не буду кривить душой, я люблю качественные вещи. И я считаю, что... Это нормально? Я их достоин, конечно. Почему нет? Как вы уже заметили, успешный композитор, так сказать, человек, который зарабатывает на жизнь, для своей семьи, для себя. Почему он должен обделять себя вниманием? Я думаю, насколько... С каким уважением я отношусь к себе, с таким же уважением я отношусь к окружающему себя миру. И в этом нет ничего абсолютно зазорного. Напротив, это великолепно. А на что вы еще тратите деньги? На путешествия? Ну, всякое бывает. На дорогие автомобили? Да нет. Ничего такого. То есть материальное для вас... Нет, это как... Зачем ты скрываешь свой дорогой автомобиль? Ну, начинается, Бояна. А какой автомобиль? Разве это важно? Ну, у него дорогой автомобиль. Какой? Ну, спроси у Армана. Rolls-Royce? Нет, у меня не Rolls-Royce. У меня Lexus. Lexus. Да. Последний. Ничего не последний, нормально. Он обманывает. Jeep. Да. То есть для вас важно быть вот таким? Ну, вы понимаете, на этой машине ездят мои дети. С водителем? Нет, со мной. Я их вожу. Да. Я их вожу. И я хочу безопасить своих детей и максимально, так сказать, создать им комфортные условия. Существует стереотип? Композитор – это все-таки человек, который... Нет мира сего. Больше аскет, да? То есть он живет... Диоген некий. Да. На дело, что попалась под ноги брюки, ну, джинсы, джинсы потрепанные, ну, ладно, кофта, зато я вот композитор, вот меня посещает, вот я вот сейчас вдохновение и прочее. Можно я попытать ответить? И вот мы сейчас видим совершенно другого композитора, который пишет, да, пишет хиты для группы Кешью, для Музар, для Нурмукасан. И мы видим Total Look Louis Vuitton. И для меня это шок. Блин, я вообще, честно говоря, вы меня засмущали в конец уже. Я хочу вам сказать таким образом. Если, допустим, мне не нравится, когда наши режиссеры, некоторые из режиссеров, показывая аул, пытаются его выставить не в совсем приглядном виде. я тоже родом из аула, я тоже аульский парень, да, я знаю, что такое ездить на Т-40, да, на МТЗ-80, я знаю, что такое ездить с водораздатчиком, я знаю, что такое чистить сарай, кормить скотину, поить ее, ухаживать за ней. Все это я не понаслышке знаю. Я жил иногда, у нас не было света, допустим, из-за того, что сильные бураны были, не было света, мыслили при свечах, это было настолько романтично, настолько круто. Но сегодня все не так, сегодня аул уже давно не тот. Сегодня в ауле, допустим, есть все блага прогресса и цивилизации, как бы, да. И если мы будем говорить о том, что аул сегодня такой же там забитый, такой же измученный и вообще непрезентабельный, мы бы долгали. Слава Всевышнему, в нашей стране сегодня все достаточно неплохо. Я, конечно, не берусь. Нет, это правда, у моего дедушки, например, есть в ауле туалет. Ну да, это абсолютно нормально, у всех там тарелки-не тарелки, и, извините, все средства связи, проведена, слава богу, сотовая связь и интернет, и все совершенно спокойно пользуются. И там сейчас к чему? И вот я к тому, что если я композитор, то я должен быть голоден, это стереотипы некие, то я должен быть вообще во всем оборванным, я должен быть, крайне... В стареньком автомобиле. Да, в стареньком таком. Где-то за городом очень недорого, Арма, купил автомобиль, ба-бап, и доходит такой, аэш Арма. Нет, зачем? Ну вы рушите сейчас вот мой личный стереотип, вы его разрушили. Нет, ну на самом деле у нас есть такие композиторы, о которых сейчас говорит Арма. Я не знаю, ну ты посмотрите. Они просто не настолько некоммуникабельны, они не настолько талантливы и они не настолько талантливы в общении с людьми, как Арман. Не буду вообще говорить об этом. Я хочу сказать, что я очень часто бывал за рубежом в свое время, будучи еще студентом в Германии, в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Японии. Даже мы выступали в составах различных интернациональных синфонических оркестров, где я очень часто бывал занимал неслабые позиции. И был невероятно тому горд, ибо я казах, ибо я представитель своей нации, своей страны, своего государства, понимаете? И если я произведу впечатление там, допустим, за рубежом о себе как профессионал, понимаете, своего дела, если они скажут, вот контрабасист из Аматы приехал из Казахстана, парень молодец, играет. Для меня это гордость, понимаете? Если завтра мой сын выступит, он, кстати, у меня чемпион мира, он выступил в Америке и занял, допустим, первое место дочкой тоже. У меня оба чемпионы мира среди юниоров. Да, дочка спортсменка, каратистка. А, каратистка. Каратистка, да. И, понимаете, я горд. И как бы, когда приехали мои гости из Восточной Европы, из Румынии, недавно мы их с супругой встречали, мы имели удовольствие показать им наши горы, в общем, совершили ваяж, сами были ужасно рады за то, что нам предоставилась такая возможность, потому что мы иногда тоже скучаем по Коктюбе, и ввиду огромнейшего дефицита времени, нечасто можно себе позволить такую роскошь, побывать на Коктюбе, даже элементарно. Причем потому что это постоянная бешеная скачка, я не знаю, работы очень много, слава Всевышнему. Огромное спасибо. И я что хотел сказать? И вот когда они приехали, я заметил, что у них у всех как бы слегка шарашенный взгляд. Они почему-то все настроены на то, что они увидят каких-то там, я не знаю, людей, ездящих на верблюдах, каких-то там дикарей, каких-то там ни в коем случае не... Это не наша проблема, это их узкое мышление. Не-не-не, понятно. И этому, кстати, способствовала и некая антиреклама там. Я, кстати, летела недавно из-за рубежа и заметила, что иностранцы, многие, смотрят в своих айпадах фильм про Бурата. Это ужас вообще. Да, они чувствуют себя примерно так, как я перед вашей программой, кстати, да. Я тоже готовился, да, волнуюсь, да. Не, ну, оказалось, все гораздо более приятнее, чем я ожидал, я просто боялся, что у меня там чуть ли не вообще. Ну вот, и я считаю, что я, как казах, я обязан, как казахстанец, я обязан просто быть, понимаете, ну, если не лучшим, то, по крайней мере, не худшим. Арман, я всегда хотела задать тебе вопрос по поводу твоей супруги. Да. Ты очень интересный человек. Ты всегда в творчестве. Вот если бы ты видел, как он пишет музыку, я, ну, я, конечно, актриса, но я не смогу этого изобразить. Арман уходит в космос, у него всегда закрыты глаза, и он делает какие-то вот такие телодвижения, понимаешь, и вот так, и вот так, понимаешь, это действительно так. Возможно, я тебя как-нибудь сниму просто на камеру, потому что ты не можешь этого наблюдать со стороны. Арман как будто впервые видит вообще такие телодвижения. Да, это так. Я подозревал, что я, возможно, какие-то движения и делаю, но я не думаю, что они настолько элегантны и грациозны. Они именно такие, то есть в ход... Я не увидела элегантность. Нет, 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 я двигаюсь... И руки, и ноги, и все, 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 тело у него пишет музыку. То есть настолько пластичен? У меня в этот момент вопрос. На самом деле он пишет хит очередной там для какой-нибудь нашей группы. А у меня в этот момент вопрос, а вот как он с женой живет? Вот такой вот странный человек. Я думаю, что самая страшная вообще, одна из страшнейших проблем сегодняшнего времени, нашего века, нашего столетия, это совмещение быта и, так сказать, своей профессиональной деятельности. Это действительно... Быта или семьи? Ну, всего, что связано непосредственно с хозяйством, с бытом, с семьей, вот именно с детьми, даже вот так или... Я, может быть, неправильно выразился, я извиняюсь. Просто, понимаете, если... Я знаю, что есть определенные проблемы, но я сразу же хочу дать вам понять, каким образом я решаю эти проблемы. Я знаю, как человек мыслящий иногда, я знаю, что проблема это не проблема, это то, как ты к ней относишься, понимаете? И вот если взять, что моя семья – это моя музыка, то я кайфую от нее именно таким образом. Моя женщина, она не спослана мне Аллахом, да, для того, чтобы продолжить мой род. Но ведь вы к этому пришли, то есть вы ведь к этой мысли пришли в определенный момент. Я не скажу, что я прям стоял подвинуть, конечно. И сразу понимали, что семья – это музыка. Атой временем – это, наверное, вот целый промежуток, длиною в жизнь, когда человек... Я не уверен в том, что я до конца, до сих пор могу ценить настолько, насколько вообще они достойны того, как я их должен ценить. Потому что это божественное нечто, а я всего лишь навсего смертный, и я не способен на божественные вещи. Я лишь стараюсь, стараюсь быть благодарным. Арман, ну ты прям никогда не ссоришься с супругом. Ой, бай, конечно ссорюсь. Никогда ее не обижаешь. Конечно ссорюсь, конечно бывает обижаю. А вот правда ссоришься? Прости, милая дорогая, я виновен. Или наоборот, ты виновна, милая. Как ты объяснишь мне сей факт? Нет, понимаете... Вот действительно... Сейчас, секундочку, секундочку. Мне интересно представить такой момент. Секундочку, понимаете, моя супруга, это очень мудрая женщина. Нет, подождите, вы сказали только что, что ваша семья это нечто божественное, а вы... Не только моя, я считаю, что вообще само по себе. То есть вы в своей семье... Человек изначально. Не бог, не главный. Не творение божественное. То есть вы служите своей семье, а не семья как бы рядом с вами. Сейчас я произнесу фразу, которая, я не знаю, покажется многим какой-то странной, но я думаю, что счастье это тогда, когда то, что ты делаешь для своей семьи и то, что ты делаешь для своей страны, не расходятся. Вот, Арман, ты ушел от вопроса. Какого? Я бываю... Про жену, про жену. Я бываю ссорюсь с супругой. Почему? Потому что, ну, все-таки... У вас равноправие в семье? Гендер? Я как-то, знаете, даже к этому, даже не задумывался об этом, потому что мы все вопросы решаем сообща. А в последнее время к нам присоединились старшие дети. Это вообще уникально, когда выращенные тобой помидоры, извиняюсь, даже начинают принимать советы, принимать участие в обсуждении тех или иных проблем, и ты видишь, что они это делают примерно так же, как это сделал бы ты. Это такое удовольствие. Ну, наверняка, вы же знаете, что это такое... Армана, твоя супруга, она земная женщина? Да, она абсолютно земная. Ну, по крайней мере, не абсолютно, но по сравнению со мной, да. То есть она более реалистична? Да, более реалистична. Но я думаю, что по сравнению со мной достаточно серьезная часть населения, планеты будет выглядеть гораздо более земной. Но она понимает тебя, она чувствует тебя. Она... Я же говорю, она... Когда ты уходишь в космос, а ты уходишь. Почему мне повезло? Вот представляете, да, вот если бы со мной рядом моя спутница жизни была бы такой же темпераментной, такой же вот, ну, как вы только что... Странной. Ну, пусть будет так, why not? Нет, странной, но на самом деле в хорошем смысле, да, этого слова. Не, ну пусть будет плохой, я этого абсолютно не боюсь. Я, наоборот, даже когда-то... Это мне даже где-то делать честь, если я в плохом смысле... Не такой, как все. Не такой, как все, да, где-то это самое... А там же градации как, и туда бывает, и сюда, по-разному. В общем, еще хотел сказать, я... Моя супруга, она абсолютно спокойный человек. И она изначально понимает, что я творческий, что я не инженер, я не механик, я не врач, я не... Ни педагог не скажу, потому что я педагог. Понимаете? Но я просто вот не представитель такой какой-то более стандартной такой профессии, земной. Поэтому она как бы относится к этому... То есть она вас принимает таким, какой вы есть? Да, я думаю, это абсолютно... Вот в этом ее заключение, мудрость заключается. Но она не страдает от вашей профессии? Ну, возможно, иногда бывает, что она страдает. Конечно, ну что там... Согласитесь, что вы, сидя здесь, уже немного, возможно, я вас немножко подгружаю, что называется. У меня такое ощущение, по крайней мере, потом как вы думаете, смотрите... Вы не подгружайте, я просто не привыкла, когда мужчины вот так говорят, высокопарно. Почему высокопарно? Это не высокопарно, это абсолютно реально. Я еще... Я как бы еще хотел... Кстати, когда я ехал, я хотел сказать о том, что я думаю, человек... Сегодня наш социум, да, имеет каких-то... Я так полагаю, возможно, я ошибаюсь. Но опять-таки я же в праве иметь свое субъективное мнение, свой взгляд. Да, допустим, пять как неких мироощущений, позиций даже. Первое, это... Я не буду, опять-таки, по... Нет ничего по очередности. Первое, это здоровый казахский национализм. Это казахская мудрость. Да, любовь к своей культуре, к своему языку, к своей истории. Это национальная гордость и самосознание. Второе, это религия, это вера. Ислам, допустим. Либо какая-нибудь другая конфессия. Ну, это вера. Третье, это, допустим, ностальгическое... Ностальгический советизм. Постоянно, я так сказать... Вы понимаете, о чем я говорю. Даже очень много людей, что буквально страдают, они так скучают по тем временам. Потому что тогда было круто, тогда было так, тогда было так, тогда люди были другие и так далее. Я что хотел сказать? Допустим, если вот есть пять таких направлений, если человек, гражданин моей страны, совмещает в себе некие лучшие идеи и фабулы, вот перечисленных понятий, то он является законченным продуктом современного казахстанца. Я хочу резюмировать наше сегодняшнее интервью. Давайте попытаемся это сделать вместе. То есть мир во всем мире. Да. То есть это ваш слоган, да? Как это говорят? Давайте я... Очень символично, потому что мы с вами встретились буквально вот на праздник, да? Конечно. В день единства народа Казахстана. Вот смотрите, я хочу привести в пример, когда спрашивают у меня, что является вашим жизненным кредом, я всегда цитирую величайшего из поэтов, вообще светила казахстанца литературы, Хадара Марзалиева, который написал, произрек, божественный произрек. Оттум дейвержут тумбарн доскурсин, беттум дейвержут тумбарн каскурсин, визгни де эдльбулу жинглдю, брулум нам барикен нескерсин. Дословно, если позволите, я переведу, хотя, конечно, я это сделал крайне коряво, ибо я не филолог. Если ты считаешь всех друзьями, то ты победитель. Если ты считаешь всех врагами, то ты побежденный. И тебе поможет быть справедливым всегда то, что если будешь помнить о неизбежном конце всего смертного. Замечательно. Мне бы не хотелось сейчас резюмировать, на самом деле, потому что резюмировать Армана невозможно. Я еще раз говорю, что он многогранен, уникален, и, кстати, была отличная жирная точка слов великого Хадара Марзалиева. Давайте действительно помнить о том, что мы все бренны. Арман, спасибо вам большое за очень интересную, содержательную беседу. Миру мир. Ну, а мы поздравляем наших соотечественников с Днем Единства Народа Казахстана. Самое главное – крепкого здоровья и благополучия в каждом доме. Всего доброго. Встретимся с вами ровно через неделю. Не скучайте. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас.